Добрый день, уважаемые слушатели. Рада вас всех приветствовать. Меня слышно? Все в порядке с соседями? Отлично. Сегодня я хотела бы с вами поговорить о том, как вообще сейчас строить международные структуры. Все, кто так или иначе сталкивался с иностранными компаниями, прекрасно знают, что за последнее время тенденции идут на глобальное обеление и ужесточение именно очень агрессивной оптимизации налогообложения. Все сталкиваются с банками, с неработающими офшорами, с закрытием счетов, с наличием сабстерс. Все это имеет под собой очень логичные и понятные причины. Был на уровне Евросоюза введен Главбекс. Он состоит из довольно большого количества пунктов, этапов его внедрения. Но в России мы имплементированы пока только несколько. Остановимся на основных проблемах иностранных компаний. Первая из них, которая стала главной болью наших бизнесменов, это КИК. Еще с 2015 года он заработал. Кратко напомню основные положения. Теперь у собственников компаний появилось три основных обязанности. Это разово отчитываться о компаниях, доля участия в которых превышает 10% или над которыми осуществляется контроль. Дальше ежегодно отчитываться уже о финансовых показателях деятельности такой компании. Соответственно, подавать уведомления о КИК и по запросу предоставлять финансовую отчетность. То есть раскрывать именно доходы, прибыль, специфику деятельности компании для наших российских налоговых органов. И третья, наверное, самая большая проблема – это платить нераспределенные прибыли на ДФЛ. Или если участником является юрлицо, то дополнительный налог на прибыль. На самом деле, для большинства, по крайней мере, моих клиентов основной головной боль является не уплата дополнительного налога, а под него как раз мало кто попадает, а именно раскрытие информации. К сожалению, текущая ситуация в нашей стране вынуждает бизнесменов как можно больше прятать активов. Никто не доверяет нашему государству. Поэтому раскрывать дополнительно всю свою иностранную структуру мало кто хочет. На самом деле, это не так страшно, потому что чаще всего все обязанности по КИК останавливаются ровно на подаче двух уведомлений. В первичном разовом участии и ежегодном КИК. Отчетность налоговые органы запрашивают довольно редко. Сами вы предоставлять обязанную отчетность только в случае, если у вас возникает налог. Чтобы не платить налог дополнительный, существуют льготы. Под льготы попадают, прежде всего, малые компании, у которых небольшая прибыль. Под льготы попадают абсолютно все активные компании. Это торговые, производственные, логистические компании. Под льготу также попадают все компании по высоконалоговых, прежде всего, европейских юрисдикциях. То есть, если у вас компания в Швейцарии, допустим, или резидентная компания в Гонконге, то в России вы здесь ничего дополнительно платить не будете. Второй головной болью стал автоматический обмен банковской информации. На самом деле КИК до введения активно, до получения информации России, КИК, в принципе, не работал. Узнать о КИК до автоматического обмена можно было двумя только способами. Либо если вы сами заявили, либо если у вас были какие-то операции с Россией. Другие механизмы были очень сложные. Отправлять запрос индивидуально в налоговые органы страны регистрации компании. Для этого необходимо было знать, как называется компания, предполагать, кто у нее является бенефицаром. Сейчас стало все проще. Осталось раскрытие информации по двусторонним соглашениям об избежании двойного налогообложения. Работает исключительно по запросу. При этом запрос должен быть мотивированный. Описан в рамках какой процедуры. И, как правило, страны, у которых есть соглашение с Россией, не отвечают на открытые запросы. То есть на запрос налогового органа предоставьте всю информацию о бенефицарах компании «Ромашка-Лютик» и «Фиалка ЛТД», скорее всего, будет оставлен без ответа. Должен быть детально прописан, прописаны основания, что «Ромашка-Лютик» находится в процессе выездной налоговой проверки. Вернее, как «Ромашка-Лютик» находится в процессе выездной налоговой проверки. У нее были какие-то операции с такой-то кипрской компанией. Мы подозреваем, что компании взаимозависимые и созданы исключительно для занижения налоговой базы по налогу на прибыль. Ответьте, пожалуйста, действительно ли Иванов Иван Иванович является бенефицаром такой-то компании? На такой запрос действительно придет ответная информация. На запрос «Раскройте просто всю информацию» нет, практически все страны не ответят. Ранее неработающая конвенция ОСР взаимной административной помощи, в принципе, так и не работает. Это по положениям, но она достаточно во многом дублирует двусторонние соглашения об избежании двойного налоговложения именно в части предоставления информации. Но в целом по ней налоговые органы отвечают намного хуже. Да, для того, чтобы получить информацию в рамках обмена информацией по соглашениям, налоговые органы Российской Федерации или другие госорганы уже должны иметь существенный объем информации. Они могут запросить частично ту информацию, которой у них нет. Допустим, это отчетность, финансовые выписки, какие-то налоговые декларации иностранных компаний. Но они не могут не обладать совсем никакой информацией. Но как раз вот этот вот... На иные запросы просто большинство стран игнорируют. За исключением, наверное, Кипра. Кипр довольно-хотно отвечает на все. И это все-таки такая... Все юрисдикции России подконтрольные, они очень боятся не ответить. В Швейцарии иногда отвечают, но здесь 50 на 50, потому что они тоже очень сильно боятся не соблюсти законодательство. Уже свое локальное. Остальные европейские страны игнорируют. Про Кипр мы поговорим чуть позднее. Сейчас, соответственно, у нас уже два года как, работает автоматический обмен банковской информацией. Это кардинально новый вид обмена, нежели мы привыкли ранее. Первое его отличие – это в том, что в отличие от ранее имеющихся обменов, информация предоставляется автоматически, а не по запросам. Второе существенное отличие – организации, которые аккумулируют прежде всего информацию, являются не науковые органы, а банки. Либо иные финансовые учреждения, будь то брокеры, финансовые управляющие, страховые компании. Как это работает? В каждой стране, которая присоединилась к ЦРС, Common Reports and Standards, банки изначально идентифицируют каждого клиента, именно конечного бенефициара счета, по его налоговому резидентству. Кто-то это делает более лояльно, кто-то это делает менее лояльно. Как правило, проверяют гражданство, адрес проживания, ИНМ, контактный номер телефона. По компании это, соответственно, еще может быть офис, не офис. По физическому лицу, соответственно, определяется, где он преимущественно проживает, где он подает налоговые декларации, и таким образом определяется резидентство. По компаниям несколько сложнее. В зависимости от того, признается компания активной или пассивной, то есть ведет активную деятельность, это, опять же, торговля, производство, логистика, транспорт, IT-разработки. Если компания активная, и у нее есть ИНМ в стране своей регистрации, то информация из банка будет выгружаться в эту страну. Соответственно, если у компании открыт счет не в стране своей регистрации, если компания пассивная, либо у компании нет налогового номера, это, допустим, впадают все партнерства, ирландские, шотландские, английские. Сюда же могут попадать в банк, попадают все офшоры, если у них где-то еще остались счета открыты. Вот по таким компаниям информация выгружается в страну резидентства бенефициара.